доброго времени суток зрителям с чем гостям нашего канала с вами россии мы находимся на роли game онлайн и продолжаем играть в игру mountain blade warband это вроде пятое видео если я не ошибаюсь и мы продолжаем путешествовать по миру и сейчас мы находимся в таверне города саргот в прошлой серии мы потренировались на арене помогли селюкам отбиться от нападения бандитов но теперь давайте возьмем какое-нибудь задание наверное куда-нибудь там отправимся значит поделаем будем короче пытаться проходить игру дальше значит в таверне нас есть рольф с которым случайно ногой так приветствую я рольф сын рольфа из старейшего и влиятельного дома рольфа дебил что хм впервые слышу неужели ну что ж полагаю ваше невежество вполне простительно наши родные земли же далеко за горами как и все мужчины в моем роду я отправился на чужбину чтобы поступить в на военную службу потом я должен был вернуться и взять на себя заботой о своих имениях к сожалению наши местные власти мало что понимают о воинском кодексе они назвали меня бандитами назначили цену за мою голову согласитесь что это самое несправедливое оскорбление которое можно бросить в лицу благородному мужчине но лишних проблем мне не нужно так что если у вас есть на примете компания бойцов которые нужно пополнение то я с радостью присоединюсь у меня есть такая компания для них не помешают хорошо мне уже не тропится убрать парочку ваших врагов но учтите что я как благородный мужчина и землевладелец я рассчитываю занять командирскую должность я не собираюсь быть простым солдатом хорошо будем рады принять вас барон отлично перед тем как отправимся не могли бы вы мне задолжить 400 динаров мне пришлось заложить одну семейную реликвию не хотелось бы его мне хотелось бы и выкупить пока мы не уехали стар год прошу прощения у меня нету рольф ты хочешь денег рон я тебе принесу денег давайте значит короче отправимся сейчас наваляем парочки бандитов каких-нибудь и собственно по вещам у меня сто шестьдесят четыре динара это я продавать не буду потому что это все хавка для моего отряда в общем сейчас найдем пару бандитов наваляем им заберем всякие шматье деньги и продадим и наймем рольфа нам в отряд об охотники за головами 26 человек нас 28 плюс 3 я даже не знаю ребятки морской пират разбойники следопыт следопыт аж наверно на коняшках поэтому давайте мы их короче пропустим пока не потому что из засала потому что вы просто буду теперь рассудительно вести свои боевые действия на карте поэтому будем короче аккуратненько очень ребят есть такая в общем идея вести ночные стримы может кому-то будет интересно если да то обязательно напишите об этом комментариях или поставьте лайки и ночных стримах будем буквально два-три часа живом времени с вами будем общаться как бы в чате и играть в старые игры игры можем подбирать вместе или же будем просто играть во все подряд если вам такая не нравится то давайте обязательно поддержите и будет я думаю будет весело также мы с сашей планируем поснимать пару видео по for honor для бедных я думаю кто давно на нашем канале соответственно помнит эту рубрику эту игру вот сейчас я попробую даже с первого раза назвать это вроде чиволари медиевил или как то так или не помню короче честно в общем игра прикольная я думаю вдвоем у нас будет более веселее чем когда я играю один или так драка дезертиры на кого встанем на сторону кого мы встанем на сторону охотников за головами вот я думаю это будет весело и я думаю вам понравится как и в принципе прошлой серии возможно мы позовем еще третьего человека и я думаю будет весело так этим временем сейчас я показываю мастерскую стрелку из арбалета не попал знаете я решил короче я сейчас спущусь просто и арбалеты не хотел бросать так ладно где мой топор двигаемся и сейчас будем просто рубить их мы просто ворвались ближний бой как настоящие мужик борщик господи где ты борща помоги мне борщик сзади порубил мы пока побеждаем я так думаю мы пока явно побеждаем скорее что победили хотя еще и вижу по ком-то стреляют наши бойцы или все все это было языка . ребятки так продолжить спасибо вам за помощь господин задайте этим бандитам легко значит мы забираем крестьян давать их наймем которые спасены готова возьмем их не точнее их всякую дребедень и обязательно продадим кстати с кошки 13 9 ну то есть у меня все будет а вот кольчужку поменяем так норрский шлем пехотинцы 26 головой 37 соответственно 284 ну короче мы по пизде одеты мы еще и получили 100 динар так у нас и того у нас получается 270 плюс немножко смать я продадим в общем я думаю мы можем забрать того пацана в таверне который хотел за 31 от нам присоединиться обязательно сейчас мы это сделаем и не знаю какую-то общую миссию взять чтобы было более интереснее то ходить как бы бить этих бандитов не ошибка интересно мне кажется посетить таверну вы попали пацаны но что вы елки-палки то давай доставай дебил вот так вот давай на меня напали бандиты ребят это это засада это просто подстава просто подстава я считаю так смотрите как он хорошо обученный бандит увидели обратили внимание хорошо обученный бандит это я кому-то наверное помешал в этом городе в этом городе хотят меня обязательно как бы убить где еще я не могу выйти никуда значит где-то еще прячется еще один человек заиграла музыка господи интрига накаляется где же он козьёль делал блять не мини-карта нифига трудно было в средневековье наверное без мини-карты бегать не знаешь где ждут тебя бандиты враги так по мини-карте посмотрела и хоп-хоп и в дамках нет это не серьезное дело уже где то есть потому что раз и не могу вот он еще заспавнился только давай на тебе по темечку на тебе все холодный в земле привыкай так разбойники падают перед вами один за другим как колосья под серпом скорее вы остаете а вскоре вас таких одиночества и большинство нападавших либо без сознания либо при смерти либо уже мертвые обыскивать его вы обнаруживаете кошель который когда-то должен быть принадлежал одной из жертв этих мерзавцев а может в этом кошель им передали плату за вашу жизнь возможно я конечно проверять это не буду но так таверна обалдеть а парень а слушайте я перепугался думал этот парень ушел рольф брателло так я вернулся с твердого поместья чтобы проверить и далела на там были нашествия саранчи затяжные дождей хорошо но в отряде я рассчитан занять хорошо конечно вот 300 твоих динар все ты наш теперь так путешественник я не хочу чтобы говорить пошли противный эти полицию что-то противный заглянем второй этаж а в том этаже есть какой-то он типочек посредник привет вам господин думаю знакомство со мной становится для вас не бесполезный чёточки не русский что ли почему это я представляю выкупы за несчастных пленников которых захватывают бесконечных войнах обычное путешествие от соляных шах до невольничьих рынков и если по пути встречаю кого-нибудь с одними двумя пленниками я предлагаю деньги за выкуп вы похожи на человека у которой есть пару пленников на продажу так хорошо а если у семи нет денег тогда я рассказываю как короткая и грустная история жизни на алирах вы не представляете какие сокровища порой находятся у крестьян в коровниках их сараях достаточно рассказать это короткая история а если у них денег совсем нет то у купцов на алирах всегда что-то найдется добрых дел с пустым кошелек не сделает так сколько могу путь из-за пленного зависит зависит у меня ну хух на цену я смотреть и сразу говорить голодает человек ли каждый день кушает гуся и свежий хлеб за дворян очень хорошо платить я знать всех дворян колорадии их имение наследники дети востарды и долги сервис о господи что непонятно а вы сможете милку если попаду в плен от чего бы нет у меня друзья иконаки на каждый двор в календаре покупайте побольше звонких динаров и заведеть заводить верного слугу который сможет их выкопать когда нужно это мне нужно было знать спасибо все равно и с радостью покупайте вас любые пленные я хочу доставай кошель посмотрим посмотрим я хочу разбойников продать ой смотрите как хорошо ребятки за разбойников за 332 за 1 32 я всех продаю я буду здесь несколько дней если понадобится дайте знать окей ушки в общем почувствовался просто работорговцем настоящим таким знаете разбогател аж на 90 динар то есть игра то игра стоила свеч так это козла я уже нанял путешественник здравствуй дружочек мне чего-то кажется что я вам могу пригодиться я много путешествую по калраде и свяжу присматриваю по сторонам и могу продать кое-какие секретики за достойную плату естественно что вы мне можете рассказать об этом землях кальраде раздерна на несколько враждующих королевств каждый из них не может окончательно победить но и в мире им жить не удается поэтому войны здесь почти не прекращаются терзают благородную землю и тянут из нее все соки впрочем для искателей приключений тут самое место при должном везении и умениях вы получите такую славу богатство и власть что вы и что вам и не снилось возможности как и награды бесконечны если конечно вы готовы рисковать одних жизнью расскажите побольше не об этих возможностях воющее королевство всегда платит хорошие деньги наемникам если вы умеете драться поговорите с одним из правителей вам наверняка предложат контракт но по-настоящему большие деньги можно получить только став вассалом короля тогда у вас будет свои деревни замки города вы будете собирать налоги и доходы с имений право владеть землей когда-то принадлежало лишь аристократам но в трудное время король может сделать своим вассалом любого кто отличился на поле боя бывает и так что искатели приключений вовсе отказываются от покровительства королей колорадии сами выявлять себя королями и начинать завоевывать земли но это очень трудный путь ведь старинная знать с большой родословной вряд ли признает королем какого-то выскочку такими правителями нужно как следует обосновать право на трон иначе им будет угрожать со всех сторон так для искателей приключений вроде вас будет лучше дать клятву верности какому-нибудь известному противнику короля в кальрадии много таких претендентов на трон родившихся в знатном семействе и утверждающих что у них больше прав чем у нынешнего короля а если такого человека появится последователи то он вполне может развязать войну за престол и возможно даже сфер он короля интересное таких людей искать жизнь потенциальных претендентов на трон небезопасно и не часто живут в родном а и они не часто живут в родном доме нелетких можно встретить при чужих дворах там они ищут союзников иногда доходит какие-то знатные рассказы я мог бы рассказать кто где сейчас находится но не безвозмездно не безвозмездно но какого у кого именно вы ищете блять даже не знаю кто здесь лорд неважно брателла мне важно короче никто мне пока не нужен давайте значит мы немножко с вами отдохнем чтобы восстановить как бы наши силушки богатырские и обязательно сейчас наведомца таверну батюшки смотрите целая битва происходит так в таверну значит и остался наемные мечники ребятки у нас нету денег вас нанять вы конечно извините ну ну чего нематого нема так опа а ты кто дружочек а это посредник это путешествие короче все те же рыло остались что тогда короче уходим наверное я не знаю давайте поедем что тут вообще по карте смесь какая карта огромная тульга шмулига и ревочек учебный лагерь что там очень лагерь на реку то можно нанять так я хочу хотел посмотреть вообще давайте может станем где-нибудь лагерями что там пообучаемся пока я не знаю лагерь вы разбиваете лагерь что вы хотите сделать предпринять действие подождать некоторые что за действие завербовать некоторых пленников свой отряд выбрать книгу для чтения это то что мне комментариях писал лорд гофр и что можно вроде книгу для чтения читать а прекратить жизнь это наверное просто просто все надо дать пока подождем некоторое время побудем здесь в лагере а я хотел я хотел что я хотел сделать ребят значит задание у нас снятие ааа нет стоп 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 задание задания таких нету история журнал нет нет концепции игры персонажи это я красавчик до славы 36 разногласия 0 он не имеет на делов но это пока не имею на дело локации фракции мне интересно королевство норд королевство норд принадлежит король рагнар владение вассалы внешне внешние отношения креста норд в состоянии войны с королевством сват королевство норд объявляет войну чтобы вернуть утраченную территорию королевство норд одерживают верху бою норд не поддерживает особо отношений с вегир короче они воюются с водами и не поддерживают особых отношений больше не с кем вегир значит не поддерживают отношения со свадами вегирование с кири с хиридским ханством вегир понятно короче хорошо с кем родок и воюет с крестом сват подождите и норды со свадом сват воюет сват воюет со всеми короче ребят я так понял значит что нужно делать нужно лупить королевство сват так хорошо учебный лагерь кто из вас сват подождите ребята а кто вы вообще сейчас еще раз хочу посмотреть я извиняю что так туплю мне просто надо разобраться скажем так колеса сват замок ты варим бренди замок ты варим инкорд и рума сангеш нет это не эти значит минус вложение крест во вегиры хингис хорошо тесто творит бит тенгеш бит сраной учи издеваетесь что ли хэль шмар блять пришмар а че туплю все сейчас я знаю как я сделаю по умному значит королевство сват я хочу познать суну показать на карте все короче это оранжево ребят все разобрался короче количество сват это оранжево надо короче я считаю пора грабить их неси эти села вся сейчас мы этими займемся давать еще так вот для того чтобы разгорячиться где вообще я где вообще куда его скакал батюшки ты что там делается что дурной что ли в общем сейчас мы разгорячимся на боя с разбойниками еще раз зайдем саргот посмотрим и короче отправимся грабить вот кильберилл там тос дар в общем будем короче сватов лупить потому что они самые слабые против них все воюют и явно явно надо как бы показать им кто здесь главное я думаю мы сможем как бы войну с 5 хотел сказать цыганам селянам чтобы они знали как пусть они все знают как мы отдыхаем так дневные террористы и завершены видите разбойников здесь нет ребят потому что я как бы всех вычистил скажем так ладно первым сразу саргот посмотрим что он в таверне может зайдем к правителю может он скажет нам ты такой опупительный станет как бы моим типом как бы самым крутым не скажу как бы хорошо так мечники все-таки стоят я не понял лишь тебя уже нанял о пьяное чмо на что это ты пялишься знать бы вряд ли на грязное животное я сотру эту хмылку как всегда хорошо да мне драться с пьяным чудовищем папа папа на я таких как ты пачками рублю все ребят столько крови лучше он чем я вот так вот все разговор окончен так поднимаемся наверх кто-то там у нас стоит такой мужчинка министрель что вас привело сюда я придумываю записываю песни для правителя этой земли порой я пою я войне я доблюсь и королей аст для самых взыскательной публики я воспеваю прелести вина чаще всего от меня ждут песни о любви ой свадебные традиции ребят не хочу читать я слишком молод чтобы жениться я должен просто я просто должен убивать подождите стоп я вообще вышел замок смотрите ворон такой еще от него нравится их нигер вот вообще опупительно просто ты кто принц вальдин бастард вальдин колды привет мой с ноги его мы знакомы меня зовут кроваворося 8 вашим услугам меня зовут вальдин хотя некоторые зовут меня ублюдка по тебе блять видишь это ублюдок я принц виргисса но по праву я должен быть королем вместо моего кузена и я руг лет к мне казалось королевство вегир владеет король я руг лег мой отец умер когда был еще ребенком и оставил меня на попечении своего брата регента буралека господи чувством все-таки дебилы какие-то имена у них какие-то странные вы все вообще странно но вместо того чтобы хранить трон до моего совершеннолетия этот узурпатор с помощью новой избранной власти обвинил мою мать в измене и заявил что я не сын своего отца мать казнили а меня признали незаконно рожденным преданный слуга увез меня за границу но теперь я вырос и вернулся чтобы потребовать принадлежащие мне по праву буралек умер вскоре после своего предательства вот вам и небесная кара сейчас королем зовется его сын и я ролик бур лекти арбега но так как его притязание незаконные он такой же узурпатор как его отец и я заброшу его страна пока я не установлю свои права в глазах всего виргиса я буду носить кличку блюдок как напоминание о том что мне предстоит сделать я хочу присоединиться к вам и почту я трон вы уверены что вы справитесь с задачей вернуть мне трон дело не из легких вся знать нашей страны перестанула на верность король яркий конечно клятву зурпатор не может считаться истинной присягой а потому некоторые дворяне перейдут на нашу сторону но впереди все равно еще много тяжких испытаний хорошо что влияние король яркий невеликое многие лорды отказываются уничтожить друг с другом некоторые готовы найти себе другого повелителя я отлич я в общем еще подумаю все давай братела не хочу пока обязываться как бы в твои разборки петушины я обязательно сделаю это потом пока может на второй этаж сходим может какие-то есть телочки дикие которая как бы жаждут встреча со мной нет телочек диких нету к сожалению поэтому и не диких никаких нету в общем печаль то какая-то боец норд говорить нам не следует если беседы на посту сэр так рыночная площадь прогуляться по улицам посетить таверну акина арену часто верну заглянем ничего нового нет я хотел с королем каким-нибудь поговорить чтоб не дали задание какую-нибудь ладно давать этого замок ставимся ну можно было конечно поддержать в принципе этого дедину но я не знаю как вообще-то будет происходить я очень такой нубский пацан как бы в этой игре поэтому попросите встречи забудьте влиять оплате зал правители кабанчики развешивать всякие правители на расчистнику дома мне кажется потому что вверх так вот я можно короче принципе было бы взять у него согласие чтобы мы типа поможем ну как-то я не готов ребят я не готов как бы воевать за чужого типа какого-то непонятного тем более за ублюдка так ты кто веди эйлиф ваш лицо мне не знакомо и я блять трава горюсина впервые слышу ваше имя чем могу помочь нужно не находится не человек что могу сделать для вас благодарю но мне сейчас уже ничего не нужно ну тогда иди в пень же вам сказать правильно ребят если не можешь помочь на помоги себе сама все поехали так в кир так я хотел еще глянуть что там у нас по вещам хавчика то есть есть хорошо всем пока хватает еще раз вещи 200 динар я думаю мне хватит оплатить услуги моих пацанов на крайний случай сейчас в тире чего-нибудь продадим у тебя мечи который взял кстати 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 стоп 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 где наш тот этот которого мы наняли рольф рольф x а ну-ка шоке там по снаряжению рольф кожаный 26 к телу в 23 к телу 6 к но вот так вот роль ты все таки к нормальным пацанам попала я сейчас при одену выходишь как этот ладно у тебя получше даже сапоги чем у меня будут вот так вот шахер махер сделаем шоу тебя меч 1 оружие 27 22 у меня есть 28 20 28 20 северный меч одноручная же одноручная так на тебе еще и щит братан вот так чтоб ты был как бы тяжелые дротики местательно древковое оружие вот еще и бросать дротики у меня будешь все красавчик все неважно вот это понимаю при одели как бы пацанят класс пехота что такое выше что такое ниже повысить дельная плата десятка давайте повысим не знаю копейщик повысить до пехотинца конечно же нового до стражника крестьянка все то что хорошо повысить повысить а что так у меня нет денег деньги недельная плата 324 блин пацаны надо срочно бежать в город и продавать шмотки потому что а шмоток тоже и нету принципе этого роль фото прыгал чтобы ребята наши не бунтанул скажу дай братишка что он здесь и не плачешь не придется им врать и потом ребята изменить и он граф и всякие ярлы ярлы скачут так мы зашли в кир рыночная площадь разными товарами 3 динара 41 105 134 стов ну уже получше так направится в замок нет 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 не хочу замок я сначала люблю идти в таверну кто нас в таверне наемные всадники бродяга вард тоже самое батны будут рассказывать нет не хочу не хочу не буду ребят так давайте посмотрим у по ну а тут так живенько и мира работорговец рамун а ну-ка добрый день здравствуйте им позвольте спросить как порядочная девушка оказалась вот и забегаловки сейчас я вам все объясню мой отец известный купец из тир захотела выдать меня замуж за одного из своих деловых партнеров а этому же далеко за 30 так ты что я всегда была послушной дочери но с этим я мириться не смогла тогда я решил избежать я выйду за кого захочу и когда пожелаю да и к тому же чтобы там не думал мой папаш я сама могу отлично себе позаботиться я думал присоединиться к цыганскому табору или группе наемников я как раз правда ну что же брать не особо и нечего поэтами золки с к вам думаю если если кого и не хватает вашим ответа так это меня я отлично знаю классическую литературу и могу продекламировать несколько поэм из опасно моего народа и гриналют не умело управляюсь с домашними слугами ничего основном научим отлично дайте мне несколько минут на подготовке и можно будет отправляться я не знаю зачем я ее взял ну она будет на людьми наверно играть и это это здорово добрый день молодой человек прошу простить вы похожи на торговца но я при вас не вижу товаров торговец о конечно конечно же я занимаюсь торговлей правда мои товары немного отличаются с большинства других их приходится кормить и поить дважды в день а еще не пытается избежать когда от них отвернешься скот почти что мой товар движет всякое судно в океане суда идут на веслах на весны сами собой не гребут галерные рабы именно торговый порт вроде этого просто не выжил бы без них так суда ты а суда теряют несколько порог в каждом плавании поэтому рабы всегда на расхват капитаны приходят ко мне и платят они хорошо так откуда рабы берутся обычно я выкупаю властей приговоренных преступников остальные пленные со всех концов света их приводит ко мне поэтому потому что я плачу лучше всех иногда я покупаю товар у каперов и других частных лиц при такой работе особо повредничать не приходится у вас случайно нет пленников у меня ну да если вы хотя бы изредка высовываете нос из города рано или поздно он придется скрости с кем-нибудь плинки бог даст вы выйдете победителем почему бы этим не воспользоваться возьмите вашего противника живым приведите его ко мне я плачу по 20 динаров за каждого пленного и мне все равно кто не и откуда я подумаю а по 20 а тот парнишка мне подел по 32 между прочим по 32 платил я помню ребят как пытается в замок тут уже есть какой-то чепушила наверно то какой-то там это леди железо а жады леди хилд и душ душ тумхан вот он кинтал так я душ тумхан сын ягин хара и законных хан киргитов мне казалось хиридская владеется сенджирхан сенджирхан и я братья сыновья старого янкирхара хоть и от разных матерей я моложе любой кто знал старого хана подтвердит я и был любимцем отца и он позволял мне править вместе с ним синдяд же устраивал бесконечные охоты и пиры чтобы завоевать перевязанности самых распутных военночеников молодца согласно киргитским традициям когда человек умирает его мущество делится поровну между его сыновьями также и с ханством о смерти своего отца я узнал когда патрулировал наши границы но я тут же поспешил домой в тульгу чтобы отдать семьяру его часть и разделить ханство с ним когда я приехал то обнаружил что он собрал всех своих придворных прихлебателей и объявил себя единственным ханом мой брат убежден что хиргиты уважают только силу настоящих он всегда делает то что хочет и берет то что ему нужно я думаю он ошибается наш народ не таков мы восхищаемся достойными вождями но никогда не забываем что человек предавший родного брата может с такой же легкостью передать своих бойцов и всех своих последователей короче все мне пора я понял вас все блять такие связи вы следливые истории просто братья пиздец какой-то вообще давайте ночь переспим так все ночью переспали точнее немножко отдохнули давайте пойдем об стоп я хотел с этой богу поговорить эмира говорить класс пехота ну-ка снаряжение что-то такое эмира при оружие вашей группе хорошо нож ложечки что чтобы с тобой делать дитё ладно мы тебя потом сейчас кого-нибудь разденем и тебя оденем вернемся обратно в кир в общем если что я лучше буду помогать тем кто сейчас в войне наверно хотя хан хорошее такое дело как бы с этими нерусскими завязаться может что-то из этого и тут не выйдет ну а в этом мы посмотрим сами в следующей серии ребята спасибо за просмотр если вы досмотрели до этого момента хотя что очень вряд ли но все же если кто-то досмотрел спасибо за просмотр обязательно ставьте лайк не забудьте оставить свое мнение по поводу ночных стримов меня одного или мы вместе с сашей то будем делать и будем общаться с вами в чате также вступайте в группу вконтакте есть именно группа по роли game онлайн есть группа именно моя там где я пытаюсь время от времени вылаживать годные новости по игровым тематикам и так далее общем кому интересно вступайте подписывайтесь зовите друзей и подруг всем спасибо с вами был россии до скорых встреч и кстати постараюсь чтобы видео выходили чаще всем пока